Власти Молдовы не готовы идти на переговоры с Газпромом, чтобы обеспечить жителей газом и светом по доступным ценам. Решение постепенно отказаться от российских энергоносителей носит политический характер и нынешнее руководство страны его не изменит. Так считает журналист из Кишинева Владимир Цислюк. Обратной дороги у них нет. Никуда они не повернутся, ни в какую сторону, тем более в сторону народа. Нам предложат затянуть пояса, быть людьми, которые понимают будущее Молдовы. А будущее Молдовы – это европейская жизнь со всеми ее ценностями и приключениями. Поэтому по этой части никаких сюрпризов не будет. По мнению журналиста, энергетический кризис в Молдове обострится и приведет к еще более жестким мерам экономии за счет потребителя. Перебои с подачей электроэнергии перерастут в длительное отключение. Неизбежен и рост тарифов, уверен эксперт. Румынская электроэнергия, которую сейчас Молдова закупает в экстренном порядке, дороже Перенестровской в 3-5 раз. Все издержки такой политики будут переложены на население, уверен Владимир Цислюк. Нам остается только не ходить по ночам, выключать свет, надевать теплые ботинки. И что нас ждет дальше? Помолимся за то, чтобы была теплая осень. Никогда наши беды и наши заботы, наши чаяния, наши предвыборные наставления никогда их не интересовали. Вот, кстати, их интересовала наша живучесть тогда, когда надвигались избирательные кампании. Еще одна неопределенность, которая будет влиять на ситуацию, это вопрос, как энергетический кризис скажется на отношениях Кишинева и Тирасполя. По мнению Владимира Цислюка, даже угроза энергетической катастрофы не станет основанием для более прагматичной политики Кишинева по отношению к Тирасполю.